Всем привет, дорогие друзья мои, подруги! С вами, как всегда, Алекс и Флинт Лок. Новая игра в стиле Elden Ring или Диабло от третьего лица, еще не знаю, демо-версия, а игрушка выходит в полный релиз совершенно-совершенно скоро. Давай посмотрим история нормальная, ну, давай, я не знаю, давай нормальную сложность, да, начать новую игру. Посмотрим на это вместе. С того момента, как мертвяки прорвались за врата, минуло уже много-много лет, сегодня пришло время сдержать обещания. Появился план взорвать врата. Короче, мертвяки сбежали из каких-то врат, и мы их должны с тобой сдержать. Вот. Интересная заставочка настораживает, что не анимированная уже. Мне такие заставки, конечно, иногда настораживают, если честно. Давно уже можно видеозаставочку сделать. Ну, графика, смотри, нормально, да. Unreal Engine 5. Золотой стандарт уж. Это мертвяки такие, нифига себе. Чё-то потормаживает где-то в заставке даже у них. Ну, игра ещё не вышла, как говорится. Не бета, а демо, да. Нифига себе, мы с винтовками, как Первая мировая почти. Канонир, Цельсия. Фига себе. Пли. Давайте, пли. Полетела. Нор, никто не принимает, сделаем вид, что ты не смог меня удержать. Чего? Чего, простите? Смотрим, куча мертвяков идёт. Куча зомби, то, что ты любишь. Но я не уверен, что... Как мы будем сражаться с ними, интересно. Мы должны взорвать врата. Но у нас ничего не получается. Надо прикрывать спину и одновременно взорвать врата. Взорвались слишком низко, слишком плохо. Опа, татушечка какая-то. Просто отдай приказ им. Хорошо, тогда. Хорошо. Следуй за тренировки к старому форту. Давай. Толя, копол, мы пойдём к старому фронту. Не останавливайся вообще ни перед какими мертвяками. Это мне нравится. Это я, боец. Посмотрим, как тигру сделали, да? Наконец-то. Опа, топорик. Я так понял, это единственное оружие моё будет, наверное. Топорик и мушкет. И я менять его. Вот я не люблю... Опа. Сенца так себе так. В, двигаться. Это скользить. Это прыгать. А бежать она не... Только скользить может и прыгать. Ещё серьёзно? Это максимальная скорость её? А, походу, что да? Левый контр, бежать. А, вот она бежит, но всё равно. Смотри, скорость как бы... Я иду. И я бегу. Увеличивается скорость? Мне кажется, только поза увеличивается. Жопа какая-то плоская у неё, если честно. Так, огнестрельное оружие. Хорошее подсобие в борьбе с мертвецами. Чтобы выстрелить из огнестрельного оружия, нажмите мышкой. Так, хорошо. Ой-ой-ой. Это цель. Подожди, огнестрельное оружие. А, вот просто так стреляет. Ёп твою. Я думал, там целиться надо. Это наши, да? Ёп твою. Р, чтобы восстановиться. Так, понял. Р, восстанавливаемся. Пробил прыжок. Это мы уже поняли. Зажали. Ладно, давай побежали. Но мне кажется, скорость не меняется. О, мертвяки. Да, типа, Диабло. Так, а чё камера так плохо крутится? Вот. Мне кажется, камера здесь вообще не крутится. То есть, отдаляться должно чуть-чуть, когда я бегу. Когда я бегу на камеру, обычно должна камера отъезжать. Иначе я не вижу ничего. Да я, в принципе, и так ног не вижу там почти, да? Ну так, лужи блестят. Графика максимальная. Ну смотри, когда управляется на мышку, она как-то лево-право у неё слишком резко. Пистоль, но эффективно прерывает вражеские атаки, короче. А это мы поняли уже, что прерывает вражеские атаки. Ну давай посмотрим. Прерывает, не прерывает. Ну вот атака. А ну давай ещё раз. А я не могу уже, да? На пистоль. Ладно, один раз выстрелила. Может пистоль закончился. Бах, и мимо куда-то. Она не целится. На. Да хля. Мне надо выстрелить. Когда он... А вот она не стреляет. Чё, он там на перезарядке где-то? Я не знаю. Ну стреляй. А он не стреляет. Ладно, давай попробуем. Очень странно. Очень странно работает пистоль. Я не вижу нигде, что идёт какая-то зарядка, перезарядка. Так понятно. Во время вражеской атаки, да, чтоб прервать её. Короче, мне надо прервать атаку, иначе он бессмертный. Давай. Сразу прервём. Прервали. Всё, да? Можно уже убить его. Так, можно, да. Прервали. Так, ВИ, чё-то там репутация. Давай на ВИ переключимся. Чё у нас тут? ВИ в бою надо нажать, да? Блин, но пока деревянненько, конечно. Форт Спокин вот эти вот все напоминает. Камера вообще, она вот сбоку привязана как-то, да? Я кручу так назад. А вот. Но она статично стоит. Не отдаляется, не приближается. Это ненормально. Он, давай, ускоримся чуть-чуть. О, ВИ нажать. Чё ВИ будет делать? А, ВИ уклоняется. Понял. Всё, убить можно? Убить можно. Так, ВИ уклоняется, а шифт это просто скользить или чуть-чуть-чуть. Непонятно. Залазить можно только сюда, правильно я понимаю? И сюда, сюда тоже можно. Ладно. Ну, там типа нарисовано беленьким, да? Давай по старинке разберёмся с вами. Ну, так. Левый контур, чтобы бежать. Ой, да тут их дофига что-то прям. Я... А, понял. Спасибо. Спасибо. Левый контур, чтобы бежать. Этого тоже уберёте? Можно? Так, ну метки такие же, как в Элден Ринг, типа, ставить, да? ВИ. Атака ВИ. Плюс 25%. Ну и тут бочка такая. Так опасно, конечно, это было всё. Очень опасно было. Ну, пока выводов мало. Делать, как бы, рановато. Вражеские атаки можно блокировать и парировать оружием ближнего боя. О, Кью ещё добавили нам вместо всего на парирование. А ну давай. Ну, вот и тогда резко. Красавица. Я бы уже давно убил бы его, да? Спарировали, да? Ну, надо во время боя, да? Во время удара парировать, да? Нет. Нет. Прошёл. И тоже не так, да? И тоже не так как-то. Не то пальто, говорит, игра. Не то пальто. Нажмите перед враждебным. Ну, вот это, да. Вот это в играх любят. Нажмите перед враждебным. Но кто будет в играх нажимать Кью? Бэ, блин, отступить. И ещё и на Ашиф перекатывать. Блин, ребята, слишком молчитесь у Элден Ринга как-то. Я не знаю. Во. Ну, это жесть же. Ещё заблокировать. На, ещё заблокировал. Господи, блин. Сколько мне блокировать надо? Не заблокировал, потому что куда-то зомби не туда укнул, блин. Не в меня. А, ещё и нажать удар. Вот. Всё. Всё нормально. Оно очень деревянненько как-то. Очень деревянненько. Я не знаю, сколько игра это будет стоить. Пробивные атаки. Нельзя заблокировать или парировать. Так. Пробивные атаки можно узнать по индикатору опасной атаки. Так. Вот. Пробивные. Нельзя парировать. Так. Безопаснее всего будет прервать пробивную атаку. Выстрелил во врага из пистолета. Бах. Понятно. Я уклоняюсь. И что дальше? Через пистолета надо бахнуть. На. Бахнул. Ну, тело хорошее. Ещё из пистолетов бахнуть. На. Балер, тебя уничтожить можно, не? Ну, это уже получило урон. Устала она уклоняться уже. Ёпта. Ну, хватит уже, ну. Ёпта. Что ты делаешь здесь? Я прошёл обучение, что ли? Ой, боже мой. И какой-то индейец стоит там. Я пишу тебе, ты можешь погибнуть. Где ты пишешь мне письма? Ты чё? Где ты пишешь? Где, блин? В телеграме, что ли? Кстати, на телеграм. Не забудь подписаться. Где ты пишешь письма? И в каком мессенджере? Давай ускоримся. Пишет письма. Опа. Поговорить можно? А бахнуть тебя, а бахнуть нельзя, да? Лисингер. Ой, да. А, вот мы все вместе побежали. Куда, правда, не сильно понятно. Так. И мышка здесь чё-чё делать? Чё делать? А, вот так даже, да? Ну там чё-то такое нарисовано, как будто бы покрути мышкой. Вот, я уже кнопку так увидел. Она бежит, как будто бы, я не знаю, я... Опоздала на ужин, опоздала на завтрак, знаешь, и бежит, потому что заставили в школе учиться её. Вот так вот она бежит в школу. Он так бежит со школы, короче. С уроков. Блин, ну что-то здесь не хватает. Чё-то мне кажется, что с выходами игры это не починят. Готово. Блин, на самом деле много таких игр выходит у нас. Деревяненьких. Ой-ой. Чё там, кирпич летит? А, не. Босс. Ёлы-палы. Ну, боссы чем-то красивые, конечно. Страж врат. Мутаж Харто. Я не знаю, здесь читать перевод, субтитры, это, ну... Вот есть игры там, где просто изначально нифига не понятно и не очень интересно. Особенно сюжет я имею ввиду. Вот, ну, где-то так же. Рассвет будет наш. Ну... Ну, что это такое? Ну, давай бахнем по ней. Бахнули. Слушай, а где её жизни? А, вот. Я бахнул. Топором можно? Оп. А я уклониться даже не могу, да? И не стреляет? Господи, и почему так дубово-то, а? Я не могу ничего сделать, да? Мои жизни надо пополнить. Я пополняю. Клупаю эту херню. Я летаю. Я... Что это такое? Что? Что это было? То есть... А, ну, я её победить не могу, но... 25% хп я снял. То есть это по заставке так нормально. Что это? Где-то я летал, интересно. А это я попытался уклониться, а игра не могла захватить меня, да? Да, это заставка. Индейцу Джо пришёл конец. Походу... Во! Теперь эти откуда-то нарисовались. Непонятно откуда. Их здесь вроде не было. Последний выстрел за индейцем Джо. Фа! Я пошла купаться. Всё равно здесь у вас непонятная жарка. Ну, я не знаю, суди сам. Ну, таких игр многовато выходит в последнее время, действительно. Может, это начало такое было, я не знаю. Как по мне, не очень. Опа! Хотя, кого я спрашиваю? Опа, смотри, это друг наш. Следуй за мной. Он ещё разговаривает. Уф, офигеть. Стой, подожди. Подожди. Куда за тобой? Я вытащил тебя из реки. Какое-то время ты была без сознания. А со мной был ещё кто-нибудь? Нет, неважно. Тебя будет достаточно. Тебя будет достаточно, короче. Опа, куда я побежал? Вот камера что-то, да? Мне же туда бежать надо. Она сама почему-то туда. Опа, он ныряет так круто. Скольжу. Ну, знаешь, как бы... Возврат где-то к 2008 году. Типа, вот, Котика, да? Офигенная игра, которая мне очень нравилась в своё время. Которую я очень много проходил. Вот где-то так. Если закрыть глаза на какие-то маленькие спецэффекты. То вот где-то так Котика работает. И где-то так выглядела она. Где-то вот так же выглядела. В Котика 3, допустим. Да, освещение там было похуже, я имею в виду. Ты бог. Ты мелкая говорящая лиса. Ты бог. Или я бог. Кто здесь бог? Боги бывают не только большими. Меня зовут Энки. Ты вряд ли что-нибудь обо мне слышала. Но вот вылетела вылитая Готика. Считай меня своим шансом искупить вину. Вы боги опустошили мой город, мой мир. Убили всех, кого я любила. И теперь я живу только ради мести Багдан. Так что мешает мне начать с тебя, с этим топором. Ой-ой-ой, какие спецэффекты. Это он гавкает, да? В одиночку против бога тебе не выстоит. Давай я помогу. Ты бог один из них. Зачем мне помогать тому, кого я поклялась изничтожить? Ты хочешь возмездие? Я приведу тебя к нему. Это самое малое, что он может сделать. Ну давай, бери свой топор. Вот детализация крутая, конечно. Топор, дерево, я сразу заметил. Все, ну вот выглядит движение игры, вот, ну, Готика. Готика. Ну, максимум там, я не знаю, опять куда? Куда ты бежишь? Слушай, тут автобег какой-то или что? Что ты туда не бежишь? Что камера не крутится? Ёпта, я ту клавишу ту зажму. Блин, а беги туда. Какие-то проблемы с управлением здесь в игре, я тебе точно говорю. Вот сейчас нормально, камера крутится. Вот не крутилась, она бежит в какую-то одну сторону, пошли. Реальная проблема? Я не думаю, что это до реализации справят. Ну вот если бы не освещение, не мелкие детали, это, ну... Эта игра тянет на середину двухтысячных. Начало, я б сказал, в этом, да? 2002 год, 2008 год, вот тогда такие любили делать игры. И они были прекрасны. Но даже в них я как-то двигался... Свободно, что ли. Здесь нет свободы. Здесь я двигаюсь как-то... Как будто бы какие-то квадратики нарисовали, и я двигаюсь. Ну и что здесь? Куда ты бежишь вечно? А теперь не отставай. А я теперь повернусь, Ка, чтобы вызвать... Так, есть навыки в этой игре, да? Это... Пороховая акробатика. Прицельный выстрел. Вот... Вот это я могу поставить. Ну, открыл я уже меню навыков, давай. Пороховая ак... Блин, теперь подсказки дают, что такое пороховая акробатика. Ладно. А затем, чтобы еще прыгнуть, и левый шифт... Вот, не достаю я. О, достал. Это пороховая акробатика, короче. Прыгаем. Опа. Но она деревянная, ребята. Куда? Иногда сама прыгает. Давай на контр. И пороховую акробатику. А то тут так просто с пороховой акробатикой не перепрыгнем. Опа. Так, где наша лиса? Вот наша лиса. Мы идем куда-то. Ну, причем двигается, смотри, как. Я чуть-чуть нажимаю, типа, влево-вправо, смотри. Смотри, как ее крутят. Падение. Падение опасно. Упал с большой высоты. Вы можете получить урон или даже погибнуть. Логично. Чтобы прервать падение, нажмите. Это смягчит удар. Логично. Вот так. Так, и опять мне бег надо, да? Вот так. Теперь учим акробатику. Так, так, так. Ты делаешь сама иногда. Я не жму клавиши. Оп. Ну, ты быстрая девочка, да? Давай. Давай на свечи. Давай везде. Давай. Давай, давай. Акробатику. Давай в потолок упремся. Увядание. Это уникальная магическая способность Энки. Чтобы использовать увядание, необходимо заполнить шкалу увядания Энки, убивая врагов. А когда шкала заполнена, нажмите Т плюс Т. Вы издеваетесь? Т плюс Т нажмите. Энки. Ну. Так, я прошел. Господи, обгони меня, чучело. Так, вот там что-то заполняется. Оп. Короче, ладно. Так. Так, шкала подго... С помощью Энки вы можете заполнять шкалу подготовки врага. Чтобы затем нанести критическую атаку. Так, нажмите Е, чтобы Энки атаковал врага. Так, ладно. Е. Энки атакуют там. Энки атакуют. Так. Ну, так пояс себе. Ты знаешь, 10 тысяч клавиш. На геймпаде это выглядело бы, конечно, эээ... Враги в броне у некоторых врагов. Так, ну нет. Это не, не, не хорошо, конечно. Враги в броне. Враги в броне. Враги в броне. Так, ну да, есть врага в броне. Сначала подготовьте ее, а затем нанесите критическую... Короче, давай подготовим тебя сначала. А потом нанесем критическую. А, контрольные точки. Это контрольные точки. Вот, да, все, все. Так, да, я на контрольную точку схожу. Так, взаимодействовать. Взаимодействовать. Контрольная точка. Это огонек, где мы отдыхаем. Вот, здесь есть навыки, да, навыки. Далее. И это навыки, это понятно. Это понятно. Так, вот я хочу энки улучшить. Да, как-то можно улучшить? Купить. О, купил я, да, так. Терзание духа. Так, и все, да, у меня денег нет. Это купить тоже не могу я уже. Ну и все, так и тренировка, собственно говоря, понятна. Так, отдохнуть, подожди. А, что такое отдохнуть? Давай отдохнем. Что-то отдохнуть восполняет? Это я не отдыхаю, так отдохнуть. Вот это я отдыхаю, да? А, просто понял. Что-то где-то, что-то восстановлено. Лампочки прикольные. Так, и опять, ну, деревянненько. Я не знаю, я очень... Если еще Сенсу поставить больше. Вообще жесть будет. Ты будешь, куда я еду? Которая колонизация никогда не будет... Так, ну и прыгаем, жесть, конечно, так. Сражайтесь с врагами, чтобы добраться до их главаря. Угу. 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 Захвачено. Так, 40 метров. Давай, пошли. Будем биться. Чтобы добраться до главаря. Не-не-не. Так, в область. Так. Опа-опа-опа-опа. Здесь... О, просто так побить их. Подожди, я же шифт нажимал. Разве не на шифт уклонения у нас? Так. Блин, вот поворачивается камера. Очень-очень плохо. Так, ты живой? Нет. А, это в броне, подожди. Давай, Энки, запустим. Что-то критическая атака здесь уже не работает. Энки запустили, все, но черепа не был в белой. Ой, мне кажется, так быстро делали эту игру, что... Ну, сразу чувствуется, знаешь. Я бы сказал бы, если что-то нормальное. Таких игр красивых сейчас много выходит. Но, к сожалению, они какие-то, я не знаю, я. Хотели, знаешь, как лучше, а получилось, как всегда. Где-то из... Из той оперы, что ли. Хотели как лучше, вышло вот так. Вот здесь враги еще есть, да? Давай здесь побьем. Может, они здесь и в прошлый раз были, но, честно скажу, мне так лень останавливаться было. Так, давай исследуем здесь. Блин, мне не нравится эта камера, но я не знаю. Ну, ребята, ну как можно так плоско делать-то, а? Вот в броне, бля, запускай энки, бля, запускай к нему. А это, блин, я зря сделал. Атаковать будешь, не? Блин, меня тот уже атакует, короче, понятно. Сильно этот, да? Они настолько деревянные, насколько это возможно, наверное. Ну, давай попробуем, я не знаю, последний раз атаковать. Мне просто уже, знаешь, желания нету участвовать здесь, в демо-версии. Но это хорошо, что демо выпустили. Слушай, некоторые вообще не выпускают демо. Вообще, мне открытые миры нравятся, а здесь он не открытый. Понимаешь, здесь линейные, блин, домики. И вот карта, я думаю, вот здесь вот уже закончена, да. Все, сюда я не могу уже. Лево-право я уже не могу. Мне вот не нравятся такие миры, когда ты идешь в одном направлении, понимаешь? У тебя одно направление. На деревьях лазит сама. А что происходит-то, а? Да, я энки запущу, вот, пусть терзает тебя. А, я же должен снять эту херню. Подожди, подожди, подожди. Ты на шифт и этот делаешь и уклоняешься, да? Ой, ёб твою. Почему так медленно-то, а? Не, ну вы задолбали, ребята. А, я бег постоянно теряю. То есть, мне надо... Камера вообще не крутится. Да ёб твою налево. Не хочу я блоки никакие ставить, бля. Все, бля. Доигрались. Очень грустненько, я б сказал бы, ребята. Очень грустненько. Выполнено красиво вроде. Но вот туда я не пойду. Да, там вот красиво разрушено. Но... Что здесь? Здесь стена, все. Ты вот сюда запрыгнуть можешь. И дальше ничего никуда не двинутся. И дрова есть, кстати, да? Дрова есть. А за стенку? А, ёб твою, все. Ну, я же говорю, конец карты, все. Вот. Вот такая вот карта. Вот такие карты мне, блин, вообще не нравятся. Просто не нравятся. Я не знаю. Это... Это дебилизм высшей степени. Я не знаю. Это в Диабло даже нет такого. В Диабло постоянно открытый мир. Здесь делают, я не знаю, получается что-то такое открыто-закрытое. Открыто. И вот такое управление. Вот я мышкой кручу. А вот на клавиатуре. И причем, что она может развернуться сама в любую сторону. В любую сторону. Взад, вперед, вбок. И еще сама бежать. Ну, не знаю я. Желание, какое будет это на релизе, к сожалению, у меня смотреть нету. Игра могла бы быть прикольной, не знаю. Может, она и сейчас прикольная будет кому-то. Не знаю. Может, мы не до конца. Может, на релизе выйдет шедевр. В общем, я не знаю. Пиши, что думаешь. По графике она классная. Но это игра, блин, я не знаю. Но 2006, 2008, 2004 год. Вот такое управление. Я когда увидел, я ждал ее, понимаешь? Когда выйдет демо, чтобы поиграть. Все, три патрона у меня, да? Они долго перезаряжаются. Три патрона и топор. И при том, что я видел, да, какое-то прохождение, вот этот топор вообще никак не меняется. Меняются только навыки. А я такое не люблю. Я люблю пойти поискать оружие какое-то хорошее, классное, какое-то офигенное. Вот, ну, например, да, Elden Ring, Диавло даже, если взять, да? Вот хорошее, классное оружие. Ну, вот это вот одно оружие и один пистоль. Может быть, в игре будет еще топор и еще пистоль. Ну, нет. Ребята, так что, я не знаю. Пиши, что думаешь в комментариях. Лисенок что-то нашел здесь. Вот, с вами был, как всегда, Алик. Все, пока-пока. До скорого. Увидимся.